Девушки отдыхают У нас в договоре крупными буквами написано, что туристическая фирма ответственности за судьбу клиентов не несет Крупными буквами на входе написано, туристическая компания, и они сюда будут валить по-любому, выяснять, где их путевки, туристические маршруты Никто сюда не повалит, ты просто не знаешь, как называется наша фирма Ну и как же она называется? Девушки отдыхают Ура! Ура! Ну вот же, ну вот же они, ну какие же вы у меня все сегодня красивые Как же вам повезло, что я такой красивый сегодня с вами был? Слушай, Круций, и тебе очень повезло сегодня, потому что мы гуляем по полной Быстро неси на стол все хиты своей кухни Понял Веселый, Круций Рад тебе видеть, Картес Ристофан, давно не виделись? Ух ты, отличный коньяк Чего тебе от нас нужно? Мама воспитала тебя циничным челом Неужели старый друг не может угостить тебя хорошим коньяком? Ну ты прав, моя семья хочет предложить вам контракт Это такой контракт Мы хотим уйти от корпоративных правил и предложить вам супер цену Ристофан, сколько? Много чел, очень много, любой клад Какая неслыханная щедрость Абсолютно любой Да Вы согласны? Да Нет Как нет? Почему? Потому что мы не можем согласиться, пока не узнаем всех деталей Вы что, слышали про единицкие яйца? Про Карла Фаберже? Ну, слышали, был такой человский ювелир, очень известный Делал пасхальные яйца, все очень дорогие, наперечет Ну и в чем делал? Единицкие яйца – это коллекция пасхальных яиц Работа Фаберже Они сделаны из белого золота, украшены драгоценными камнями Их шесть по числу континентов И в каждом из яиц символическая фигурка человека, там, китаец Индейцы, негры Ну, в целом понятно, но и чем они ценны? Как чем? Это великое искусство Христофан, не вешай нам лапшу на уши Никакое искусство не может стоить целого клада Да ты их не видел, а я видел Я хочу собрать всю коллекцию Фотографии? Нет фотографий, их мало кто видел Фаберже делал это для частого лица И клиент запретил ювелиру показывать этот заказ Слушай, Христофан, знаешь, почему мы всегда выполняем свои контракты? Почему? Потому что мы не работаем слепую Или ты нам сейчас рассказываешь все, что знаешь Либо проваливай отсюда Ну, хорошо Фаберже был не только талантливым ювелиром, но еще и магом Ну, точно не знаю, но, наверное, так Коллекция – это сборный артефакт Шесть яиц и рунный атлас Ну, что-то такое, никто не знает Если собрать эти шесть яиц вместе То на рунном атласе окажутся все клады, которые были ранее залиты в землю Ну, и кто же догадался сделать в Фаберже заказ на такой артефакт? Кто-кто? Конечно, ШАС Старый Юрбек Томба То есть, ШАС уже более ста лет контролирует ваш семейный бизнес? Нет, нет, спящий не допустил бы этого Мы вовремя узнали о заказе И последнее яйцо было выкрадено И не досталось Юрбеку Правда, и мы не знаем, где оно сейчас То есть, давай уточним Семья приставников хочет собрать весь артефакт Это шесть яиц и рунный атлас При этом, мы не знаем ничего о рунном атласе А пять яиц находятся у Юрбека Томба Шестое тоже неизвестно где Я ничего не упустил? Все гораздо хуже У Юрбека четыре яйца в коллекции А вот пятое яйцо лежит в московском Кремле В оружейной палате Вот поэтому мы и предлагаем вам супер цену Вот именно поэтому мы и отказываемся Что? Картес, почему? А потому что мы не можем искать то не знаю что Я говорю о рунном атласе Оружейная палата находится в центре Кремля Вы представляете, какая там охрана? Московский Кремль является зоной кадав И в охране там одни маги В зоне кадав запрещено пользоваться магией Да и еще Юрбек Томба Шас, то есть подданный темного двора А Сантьяго наш друг и основной заказчик Мы не хотим воевать с темным двором Какие же вы челы хитрые Всю душу из меня вытрос Ну хотя бы там Я могу надеяться, что это останется между нами Христофан, мы давно друг друга знаем Ну наконец-то круто О! А это что за наряде? А это комбинезон, накидка пыльных дорог Делает невидим для любых средств техническое наблюдение Так, а вот про эти кроссовки я слышала Это кузнечки, да? Да Вот чего они такие огромные? На Христофана, что ли? Не, у них самонаводящийся размер Одеваешь, они под ногу подстраиваются У них можно прыгать более чем на 30 метров Здорово! А это что за мусорник? Это не мусорник, это обжоры Абжор? Абжор – аккумулятор магической энергии Позволяет подключиться к любому энергетическому каналу и прервать его защиту на полчаса На полчаса? За полчаса можно банк ограбить Так, ну ладно, хватит уже лекций Я смотрю, у Инги разыгралась бурная фантазия Жалко, что ли? Надеюсь, это не туристы, рвущиеся в увлекательные путешествия Свои! Мне приятные ощущения, да мне нравится название Надеюсь, я ваш первый клиент Хочу поговорить об одной экспедиции Присаживайтесь, комиссар Я даже не знаю, чем мы можем вас удивить Хорошо, у кофе будет более чем достаточно Сейчас Итак, мне нужно, чтобы вы проверили систему безопасности плантации золотого корня Кто не помнит, это, скажем так, лекарственные растения, растущие на Алтае Экспедиция? Да Довольно экстремальная экспедиция Благодарю Плантации принадлежат хванам Да, совершенно верно И охраняется тоже хванами Ну что, четырехруйки и киллера не могут справиться, что ли? Или контрабанда Этого я не знаю Но есть подозрения об уточке И надо это проверить Ну, а почему нельзя отправить туда магов? Магов отправляют ежегодно Фаны вычисляют их еще на подходе Поэтому мне нужны чалы Опытные, надежные, но не маги Интересно, и сколько корешков мы должны унести? Унесите хотя бы свои ноги Угу Мне нравится этот контракт Оплата обычно Итак, вердикт Контракт заключен И ваши жизни будут залогом его исполнения Контракт заключен и наши жизни будут залогом его исполнения Круто, я всегда мечтала побывать на Алтае Что возьмем? Ничего, дорогая, но обещаю, мы проведем там с тобой следующий отпуск В смысле? Я что, не еду? Нет, но мне нужно, чтобы ты добыла всю существующую информацию по золотому корню А зачем тебе? Сантьяго встревожен больше, чем пытается показать Хочу понять, чем тут дело Вопрос А я? Ну ты же слышала, никаких магов едем только я и Артем Нормально А чем мне заниматься, если я не люблю копаться в книгах? Ну займись уборкой Я перезвоню Дискриминация Дискриминация Впервые у нас? Впервые Впервые Сами-то откуда будете? С Ярославля мы Далеко забрались Да уж почти всю Россию матушку объехали Алтай-то он на всю Россию славен И лесами, и горами, и людьми Что правда, то правда Что правда, то правда О как А мы как раз через них хотели к горам выйти Самая короткая дорога, говорят Магазин там зайти Магазин-то у них есть? Кто их там знает, что у них есть, что нет Это ж как же так Что ж там, никто не был что ли? Нет? Не были Бабушка моя рассказывала Еще при Лене было Чекисты туда приезжали Колхоз организовывать Ну и что? Ну и все Нашли тех чекистов вдоль дороги На деревьях повешенными А колхоза в Мусаево сроду не было Живут как хотят И никто им не указ Вам, ребята, лучше берегом-берегом Так как горам выйдете Ну крюк, правда, получается большой Зато уж надежнее Спасибо за совет Слышь, а товарищ твой чего? Не мой что ли? Немногословный А-а-а Ты чего молчал-то всю дорогу? А чего с ними разговаривать? Вдруг кто-нибудь у них нахванов работает Вот именно, а ты ведешь себя подозрительно Зачем сказал, что мы из Ярославля? А что, надо было сказать, что мы из тайного города? Да нет, мы просто из Москвы и все Эй, брат, москвичей не везде любят Подпраховался В следующий раз предупреждай Что я окунь по Ярославски не умею Ладно, предупреждаю До плантации хванов 33 километра 400 метров К вечеру будем на месте План простой, выходишь на поле, начинаешь его капать золотой корешок Слушай, они метрами засекут? Конечно засекут, все хваны к тебе сбегутся И вот в этот момент, в другой точке, я по-настоящему попытаюсь достать корешок Они меня в это время закопают А ты не нарывайся Активируй давай КОНЕЦ 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 ОКОНЕЦ КОНЕЦ 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 Привет! А ты терпеливый чел Мы тут с ребятами поспорили, сколько раз ты пошевелишься Я проиграл Привет Кортес! Ты хоть представляешь, сколько стоит этот цветочек? Моба, тебя все-таки сослали на плантацию, а? Оружие есть? Только нож. Вы же шли лесом, никогда не знаешь, что может произойти. Но с вами-то уж точно воевать не собирались. Ну, объясняй. Что? Объясняй, на кой ты тут? Проверка системы безопасности. Надеюсь, вы Артема там не убили? Лёха, как там чел? Чел? Пока дышит. Все в порядке, это проверка. Их наняли великие дома. Понял. Отбой. А что это такое вообще? Алтайский коктейль, приготовленный главой семьи Хван. Польчен вашим вниманием, уважаемый, наверное. Я такого не слышал даже. Потому что он не продается. Настойка золотого корня. Не совсем так. Это горный сироп. Мы делаем его из цветков и листьев золотого корня. В тайном городе золотой корень находится под запретом. Им занимаются только ирлицы, и те, по строгим контролям. Так что и там такого вы не попробуете. Пить нужно залпом на одном дыхании. Иначе вы сразу свалитесь. А так можно подумать не сразу. А так немного продержитесь. Ну что, за плодородие наших земель, за любовь наших женщин и за преданность наших друзей. Закусывать нужно мочеными яблоками. Мне передай. Это лучшее, что я пробовал в жизни, да? Золотой корень растет очень долго. Оно только поле мы готовим в два года. На третий год мы высеваем золотой корень. И пропалываем его через каждые два дня. На второй год пропалывать уже не нужно, потому что там ничего, кроме него, не растет. У него появляются синие цветы и прилетают сосущие бабочки. Они откладывают личинки в каждом цветке. На третий год цветы уже красные. И вот теперь бабочек нужно отгонять, потому что они высасывают сок вместе с личинками. На следующий год цветы уже белые. Ничего страшного. Это что? После горного сиропа мы это тоже видим. Ну, тогда все в порядке. Тогда все в порядке. И что? Большой бывает урожай? С одного поля мы собираем десять килограмм. И это все? А что такое золотой корень, так, Фитюлька? А с десяти килограмм мы выдавливаем только литр раствора. Слушай. А почему великие дома поручили собирать урожай вашей семье? В целях безопасности? Дело в том, что именно наш народ притащил на землю эту культуру. Для нас этот, Алька, легкий стимулятор абсолютно безопасный. Легкий стимулятор. И что, он всегда был запрещен? Когда-то давным-давно золотой корень рос по всей планете. Но маги Челов стали его активно использовать. Были неприятности. С тех пор каждый грамм корня под контролем. На сбор урожая сюда приезжают воины великих домов. Пересчитывают каждый корешок. Скажи мне, почему Сантьяго прислал вас сюда? В тайном городе что-то намечается? Поверь мне, я и сам бы хотел это знать. Ну что, еще по одной? Ты в порядке, напарник? Сырки. Ну давай. Хилый у тебя напарник. Да нет, он парень крепкий. Просто устал. Между прочим, завалил Марион и убил командора войны. Этот? Другого напарника у меня нет. Никогда не подумал бы. Не хочется его будить, но нам пора идти. Пойду распоряжусь насчет портала. Артем, вставай. Давай я тебе помогу его донести до портала. Давай. Ну вставай давай. Вставай. Тебе не кажется, напарник, что ты выбрал пророческое на зоне для нашей фирмы? О, вот мы и дома. Постой-ка секунду. О, упс. О, головой-то такой. Давай, давай, иди сюда. Пошли. Браво, ребята. О, привет. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Ой. К вану что, вас били? Нет. Просто немного не выспались. А, не выспались. Всю ночь изучали проблему золотого корня. Да? Надеюсь, вы не приперли золотой корень в тайный город. Только горный сироп. А что ты так испугалась? А потому что он под запретом. Это мы в курсе. Видимо, недостаточно. Ну, что ты молчишь? Начинай охоть. О, а. Честно говоря, нечего сказать. Хоть мы и всю ночь изучали эту проблему. Всю ночь, да? Да. Да. Ну, собственно, послушаем лучше Яну. Хорошо. Надеюсь, вам общеизвестные факты повторять не надо? А, не надо. Или надо? Не надо. Хорошо. А что вы знаете о большой войне кадав? Опа. Ну, считай, ничего. Ничего. Продолжай. Хорошо. После того, как наши предки загнали нелюдей в тайный город, они попытались организовать одну большую империю. У них это не получилось. И самый сильный на тот момент у них была гиперборея, которая попыталась завоевать власть на земле. Но другие человские империи дали им отпор. Это была малая война кадав. После этого гиперборейцы затаились. Примерно на 200 лет и стали наращивать свою магическую силу, в то время как другие челы, наоборот, отказывались от магии. Вот. И тогда гиперборейцы выпустили тварей кадав. Вот они. Пожалуйста. Монстры, с помощью которых они когда-то справились с нелюдями. Тварь кадав. Я, конечно, может быть, что-то не понимаю. А что такое кадав вообще? Ониксовый замок кадав. Это центр цивилизации гиперборейцев. Его построил и основал великий господин гиперборей Азак тот. Он же его проклял и наполнил его ненавистью. Классно. Очень интересная традиция. Откуда ты все это знаешь? Я же ведьма. У нас в зеленом доме это преподавали. Также я знаю, что гиперборейцы живут намного дольше обычных челов. А Азак тот и вовсе был бессмертным и считался самым сильным магом на планете. Его сила приравнивалась к его ненависти ко всему живому на нашей земле. Именно поэтому челы вместе с жителями тайного города приговорили его к уничтожению. Дабы он сам не уничтожил всю нашу планету. То есть челы и тайный город объединились вместе против гипербореи. Вместе они уничтожили империю Азактота. И замок Кадав погрузился в глубокие бестиарии, где до сих пор и пребывает. Так закончилась большая война Кадав. Это все, конечно, очень интересно. Очень. Только я не пойму, какое отношение это может иметь к золотому корню. А золотой корень это основа магической школы гиперборейцев. Можно сказать, это их источник. И бессмертный Азактот, и Ктулху, и другие твари Кадав это бывшие челы, которые мутировали под воздействием золотого корня. Обычные челы. То есть, если откроется этот глубокий бестиарий, нам всем бьется туго? Да. Туго. А где, интересно, он вообще находится, этот бестиарий? Этого никто не знает. Известно только, что там не растет золотой корень. Поэтому выбраться самостоятельно твари Кадав не могут. Но врата в бестиарии можно открыть извне. С помощью золотого корня, разумеется. Для этого есть специальные обряды. Ну, прекрасно. А великий господин Азактот тоже в бестиарии? Вот, к сожалению, его изображение я не смогла найти. Ну что ж, по-моему, очень неплохо. Брестяще. Да. Смотри. Сантьяго перевел деньги за алтайский контракт. Копейки. Если честно, я вообще не вижу никаких вариантов заработать хорошие деньги на всей этой истории с золотым корнем и войной Кадав. Может быть, не стоило отказаться от предложения Христофана. Мы даже его не обсудили. Там нечего было обсуждать. Картес. Ау. Мне надо тебе кое-что сказать. Давай. Подожди сюда. Сантьяго звонят. Спасибо. Да, комиссар. Картес, если вы не заняты, я могу вам предложить небольшую работу. Ограбили Юрбека Томбу. Никаких зацепок наши эксперты не обнаружили. Нужно найти вора и то, что украли. Юрбек упорно отказывается сказать, что пропало. Возьмитесь. Комиссар, мне надо обсудить это со своей командой. Хорошо. Я вам перезвоню. Сантьяго только что сообщил, что ограбили Юрбека Томбу. И предлагает нам взяться за это расследование. Правда, Юрбек не сказал, что у него украли. Ну так как? Возьмемся? Ну, значит, украли этнические яйца. Пристофан нашел в шоке горячую голову, а мы ведь даже не взялись. Возможно, возможно. Ян, так что ты хотела сказать? Картес. Мы взялись. За что? Это... Это она ограбила Юрбека Томбу. Она мне помогала. То есть, пока мы на алтаре? Да, да, да. Пока вы пьянствовали, мы дело провернули, между прочим. Если вы не хотите участвовать в контракте, не надо. Да, да. Ну и как хотя бы все прошло? Отлично. Чисто. Я использовала обжору и следов не оставила. Вроде бы. Да? Ну да. К концу дня Сантьяго все равно вышибет все подробности у Юрбека и нас найдет. А вот для этого нужно реанимировать контракт с Христофаном. За все будет отвечать заказчик, а не исполнитель. Да. Но Юрбек обидится. Плакали наши скидки в торговой гильдии. С Юрбеком я вопрос решу. Он хороший бизнесмен и все поймет. Скажу ему, что представник не сказал, где находятся яйца, а когда подписали контракт, поздно было с Асхакьёте. По контракту мы должны забрать пятое яйцо из оружейной палаты и найти шестое яйцо. Еще и румя, атлас. Вот. А вот этим вот займется Инга. Что, простите? Ты же знаешь, как это сделать. Ты же все это замутила. Поэтому займись поисками шестого яйца. А самое главное, никаких справок через тайный город. Занимайся. Пока. Артём. Артём. Горды, что вы притащили из Алтая золотой корень? Только горный сироп. Фанит. Комиссар, мы не будем заниматься расследованием ограбления Юрбека Томбы. Забудьте. Есть дело поважнее. Поиски Вероники Пономаревой? Да я не хочу, чтобы вы занимались этим безнадежным делом. Это, чтобы люди и чудо не маялись от скуки. Силы темного двора сейчас сосредоточены на поисках производителя синтетического наркотика под названием Стим. Найдёте человскую подпольную фабрику, я удвою вам гонориар. А почему вас так волнует человский наркотик? Потому что Стим – искусственный аналог золотого корня. Ага. Это секретная информация. Великие дома чуть и люди не знают про Стим. А есть какие-нибудь зацепки? Всего лишь одна. Чел. Геннадий Прокопьевич. Майор Корнилов посоветовал поискать его след в бывших оборонных предприятиях. Но на это не стоит надеяться. Мы будем прочесывать все московские наркопритоны. Есть вопросы? Какое отношение к Стиму имеет Вероника Пономарева? Ну, она его принимала. Так это она вызвала тварь кадав. Откуда вы узнали? Сопоставила факты. Стоп, 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 стоп. Не, я спрашиваю, откуда вы узнали связи золотого корня и кадав? Это засекреченная информация. Читала между строк. В магазине Генбека? Да. Надеюсь, вы не отискали между строк. Все в иерархии кадав. К сожалению, нет. Вероника вытащила из бастияря одного из самых близких помощников Азактота. Погонщик арабов Ктульху. Это опытный, злой, очень сильный маг. Поэтому не пытайтесь его взять самостоятельно. А Вероника? Она, скорее всего, перерожденная гипербористская ведьма. Но шесть миллионов – это слишком скромная сумма. Вероника и Ктульху нужен с ним. Твари кадав не выживают без него. Поэтому они тоже будут искать фабрику. Найдем фабрику, найдем тварей. И будем первыми. Да. Да. Я надеялся на такой ответ. Контракт. Комиссар, но у меня к вам есть одна просьба. Могу я привлечь к расследованию двух наших друзей? Со стороны? Не совсем. Помните Хвана Мубу, который был сослан на Алтай из-за истории с Карой? Так вот, он хочет вернуться в тайный город со своим другом. А Хваны нам бы пригодились в наркопритонах. Картас, одна деталь. Они будут молчать. Вырючаетесь за них? Да. Значит так, Артем и Яна идут по наркопритонам. Хваны с ними. А я? А ты, если собрала коллекцию этнических яиц и Рунный Атлас, можешь присоединиться к ним. Пятое яйцо находится в зоне кадав. И они уже наверняка усилили охрану. В зону кадав тебя лезть никто не заставляет. Так что ищи шестое яйцо и Рунный Атлас. Ну, все. Время пошло. Быстро. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в чекарь приехал. Кого надо? Говорят, ты здесь банкуешь? О, а кто спрашивает? Знаешь, ты. А вы откуда сами? Из Питера мы. Из Питера. Как обо мне узнали? Как? Как узнали? Люди добрые рассказали. Люди добрые сказали. Ничего интересного рассказали. Говорят, что кокос есть. Кокос есть? Скажи им, что разбодяженный нам не нужен. Разбодяженный не нужен. А сколько стоит, знаешь? Ну, я думаю, что не дороже денег. Так, 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 отошел. Фу. Слушай, подожди, подожди, подожди. А может быть, может быть, еще что-нибудь надо? А что еще? Много еще есть. Есть кислота. Может, подожди, подожди, подожди. Проси, стим есть? А стим есть, проси. А стим есть, я тебя спрашиваю. Стим есть? У нас говорят, что у вас в столице появилась некая новая штука. Пацаны попробовали, сказали классная вещь, стим. Так вот, стим у вас есть? Стим у вас есть? У нас стима нет. У нас стима нет, стима нет. Если подумать? Думать надо. У нас солидная публика. Мы за модой не гонимся. Он за модой не будет. Ты кокос брать будешь? Буду. Ты обещал стим. Обещал стим. Послушай, а где взять его, знаешь? Где стим взять, знаешь? Стим, стим, стим. Только в клубах. Стим только в клубах можно взять. Хромой, хромой, хромой. Хвастался, что пробовал его уже. А он где взял? Где взял, где взял? В клубе. Ага. В Лунной Заводи. В Лунной Заводи. В Лунной Заводи. Замечательно. В Заводи кто банкует вас? Багис. 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 Багис вас. Хорошо. Видишь, все просто? Пойдем. Все просто. Э, а кокос! Кокос! А как же кокос? Кокос, вот. У нас есть кокос. Кокос. Пойдем. Я вообще не понимаю, комиссар, зачем вы выпустили ее из Кремля живой? У меня было желание пристрелить ее. Так значит, пятое этническое яйцо вы выбиваете в руках темного двора, и наш контракт невыполним, так? Ну, если, конечно, Инга не сумеет обокрестить табель. А, ну, я могу попробовать или нет? Хватит уже пробовать, Инга. Учитывая, что вы заключили контракт в пользу приставников, темный двор готов пойти вам на уступку и передать пятое этническое яйцо. Интересно, на каких условиях? Вы должны обсудить с приставниками компенсацию для темного двора и Юрбека. Каждая заинтересованная страна должна получить покладу. Это первое. Второе. Перед Юрбеком надо извиниться. Хорошо. И тогда вы сможете продолжить выполнение контракта. Я даже подскажу вам, где находится шестое этническое яйцо. У вас сегодня комиссар-аттракцион. Не видно щедрости какой-то. Нет, вы просто не сможете его добыть. Оно находится в собственности Алиря Кумара. Это художник. А что здесь сложного? Еще узнаете. Инга, на всякий случай предупреждаю. Даже не думайте его покрасть. У моего терпения есть предел. Мы просто предложим ему хорошую цену. Попытайтесь. А вот это была моя работа. Хвана уже здесь. Да. Наркоша тоже. Пойдем? Пойдем. Тоник, пожалуйста. Два чистых тоника. Окей. И Вагиз уже здесь? Да. Как и Вагиз? Ну ладно, хорош, не приказывается. Позови Вагиза. Скажи, пиши хорошие покупатели. Давай быстрее. Давай, 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 давай. Это они. Адское место. Это Генаркоша. Это отличники какие-то. А я про что? Они мне сразу не понравились. Что-то в них не так. А что не пойму. Зато деньги башляли без базара. Да? Да. А сегодня в городе три хата разнесли. Там живых не осталось. Мозги по стенам. А к нам вот эти вот отличники приходили. Вот ты, баба, он веришь в такие совпадения, а? Может, уж и вы только потому, что Вагиза сдали. Точно. Это на Вагиза наезд. Шепнуть бы ему надо. Девчонки, никуда не уходить, я горжусь. Да вот он. Мне сказали, вы ищите немножечко счастья. Ты Вагиз? Какая разница, как мое имя? Я продавец счастья. Нам нужен именно Вагиз. Только вы не понимаете, что нас интересует. Вагиз, а что ты не поинтересовался, откуда этот фраер знает о тебе? Вам нужно. Ты откуда? Шлуха, говорит, из Питера. Да. Иди, Вагиз. А мы поедем разбираться. Ты Вагиз. Надо поговорить. Что ли, я тут все знаю, что ли? По телевизору показывают каждый день. Вали отсюда, Галимый. Ты не понял. Я серьезно. Я же сказал тебе, что вали, ну. К Тулху! Сюда! Это к Тулху. Бабоны, они вместе! Почи! Спокойно! Спокойно! Мы не вместе, я тебе сказал. Мы не вместе, слышишь? Это что, наш Вагиз? Да, походу, да. Спешишь? Вот, где ты? О чем стреляет? Не могу, нам нужен Вагиз! Это же была наша новая тачка! Это к Тулху! Алло, Кортес. Мы облажались, мы их упустили. Они забрали драгдилера. Ян, да успокойся, все в порядке. Хвана рядом? Да. Послушай, ты не понял. Да нет, я все прекрасно понял. Вы упустили к Тулху, но это нормально. Он иерарх кадав. Слушай, тут другое дело. Я сейчас тебе скину один адрес загородного дома. Человека зовут. Езас Раймондович Крысаулас. Это начальник лаборатории по производству Стима. Возьми с собой мугу и лёгку. Езжайте туда и ждите моих указаний, ясно? Куда уж из них. Ну, отлично. Тогда вперёд. У нас новое задание. Лучше бы мы на фабрику поехали. Там война, а здесь? Всё равно, что бабочек гонить. А здесь главарь. И вы лично возьмёте этого Крысауласа. И это серьёзный подвиг, господа. Как мы его возьмём? И как с ним разбираться? Если Сантьяго хочет оставить его в живых? Подвиг и убийство. Это не всегда одно и то же. Ну, давайте уже хоть что-нибудь сделаем. Спалим тут всё, а потом спасём челов из пожара. Чего мы ждём? Полицию мы ждём. Мы что, без них не справимся? Корнилов хочет забрать его, чтобы отдать его под суд. Суд? Да мы его без суда убьём. На, прочь, он нам чуть семейный бизнес под откос не пустил. Понимаешь, Лёка, челы уже пострадали от Стима. У вас же нет смёртной казни. Ну, ничего. Я думаю, ему понравится на каторге. Это хуже, чем ад. Но у него наверняка здесь должны быть копии материалов по Стиму. Они нам очень нужны. Заберём. Ну, сколько раз я говорю? Будет точно! Не надо быть машин! Походу, полиция пропустит сейчас самое интересное. Так только без жертв. Постараемся. Ну, и как вы это объясните? Андрей Кириллович, ну, клиент очень торопился. Пришлось принять меры. Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться! Пожалуйста, можете начинать прямо сейчас. Майор Корнилов, криминальная полиция. У меня есть разрешение судьи Дёмина на ваш арест, а также на обыск. На каком основании? На основании, что вы подозреваетесь в незаконном обороте наркотиков, а также в производстве и продаже их. Ну, и сопутствующий букет. Отмывание денег, организация устойчивой преступной группировки и так далее. Тогда здесь должен присутствовать мой адвокат и понятые. Пожалуйста. Только вам нужен будет новый адвокат. Вашему прежнему поверенному предъявлены те же самые обвинения. Ну, насчет понятых сначала вам придется ответить на некоторые вопросы без них. Да. Нас интересует Стим. Вы отдадите нам все материалы по Стиму и навсегда забудете само это слово. Понятно? Да. И вы меня отпустите. Ну, зачем же? Вы будете отвечать за другую свою продукцию. Но не за Стим. Вот. А если я откажусь сотрудничать? Охранников было шестеро? Да. А почему было? А вы без жертв не можете? А там это. Только один мертвый. Все остальные спят. Вроде бы. Малость перестарался. Вам меня не запугать. Да, мы вас еще не пугали. Но если вы настаиваете, ну, покажи. Если ты не примешь наши условия, мы заберем тебя туда, где все такие. Ну, представь себе, что мы там с тобой сделаем. Знакомые штучки? Кто таким черным вас подробно? Ну, те, у кого твой профессор украл формулу Стима. Он сказал, что я не придумал. Послушайте. Мы отвлеклись от темы. Вы будете сотрудничать или поедете в гости к нашим друзьям? Нет. Алир сказал, что хотел покрыть Ктулху лаком, но потом передумал. Потому что шедевры не нуждаются в улучшении. Браво. Только Алир мог так сказать. Не, не, так сказал я. Ты, да? А вы чего вы истребительно прогрессируете? Я даже не знаю, чего вы уже не можете. Но иерарха кадав вы, конечно же, не убьете. Это факт. Но на заметку Ктулху убил Кортеса. Кортес. Да? Как интересно. Но я должен это видеть. К сожалению, но глубокий бестиарий уже захлопнулся. Ей больше некого убивать. Вот как. Но где вообще сам Кортес? Где Яна? Я должен слышать подробности. Секунду. Сейчас я ему наберу. Он сам все подтвердит. Алло. Привет, напарник. Кортес. Здорово. Послушай. Захар. Захар сейчас в ящерице. И очень хочется услышать про твои подвиги. Скажи ему, что на пенсии я обязательно напишу мемуару. Я тебя понял. Привет от Яны. Да. К сожалению, Кортес с Яной решили уединиться. Понятно, Кортес совершил подвиг, теперь хвастается перед своей женщиной. Насколько я понимаю, это любовь. Это любовь. Друзья мои. За любовь. За любовь. За любовь. Хорошо, что есть. Хорошо. 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 Так, Копыто, ты опять? Эй, держи его. Оплатить кто будет? У шапок здесь кредита нет. И за что? Что это за бутылки паршивого пойла? А две бутылки элитного виски не хочешь? Ты действительно выдал две бутылки? Не закусывай. Мне надо было подумать. Вот челы, вот этого вы не можете. Согласен, столько я не выпью. Руций, копыто вращать. Только из уважения к темному двору. Тогда будь добр, принеси нам еще выпить. И закусить. Да. А вот это разговор. Сейчас все будет. И вам опять повезло, что у вас есть один такой красивый. Я. Копыто, друг, посиди с нами. Никому верить нельзя. Мы зеленому дому гиперборгейскую ведьму нашли. Они нам деньги не заплатили. И меня еще виноватым сделали, будто я переговоры провел неправильно. А ты не плачешь ни в деньгах, к счастью. Ага. Шесть лимонов мимо просвистело. Вот и мы? Говорили об искусстве. Скажи, копыто, друг, а ты любишь искусство? Ну, в общем, да. А на последней выставке Алира Кумара уже был? Нет, знаешь, не успел еще. А что, друг, пойдем в галерею? Будем любоваться шедевроме Кумара. Ночью в галерею. А, я поспешу заметить, что ночью все музеи и галереи закрыты. Заходите утром. Да. Ты кому это сейчас сказал? Сходите утром. Захар, прости. Прости, я забыл, не подумал. Александр, ты еще скажи с первыми лучами солнца. Я не виноват, что не могу ходить по музеям днем, а ночью они закрыты. Что за дискриминация? Я, кстати, тоже однажды ночью был в музее. Да, десятку свою водил на выставку ювелирного искусства. Ну, в общем, понравилось. Да. Богатая была экспозиция. Вот, копыта, друг, только ты меня и понимаешь. Пойдем в музей. Я думаю, что Лир простит нам эту жажду прекрасного. Конечно. А если они там что-нибудь натворят? Да ладно. Захар закопит, только смотри. Пойдем. За ними. Захар-то где? Захар пропал. Как пропал? Ну, пропал. Я ходил по музею, ходил. Захар сел в это кресло отдохнуть. А потом смотрю, нет Захара. Искусство, искусство. Да фига, но ему сдалось. А нафига ты? Это приволок. А там брать-то больше нечего. Картинок Кумара я не продам меня за них. Повесят. Ну, а кресло? Дорогие мои, вам опять крупно повезло. Занесли. Дело в том, что я тут кое-что слышал. Разумеется, случайно. Борислав и Крутополк шептались. Громко шептались. Ну и что? Что Захар убил и высушил друга. Да нет, Захар не мог. Да, ну я еще кое-что слышал. И опять совершенно случайно. В деле замешаны женщины. Так, шептались они, и что дальше-то? Ну и построили портал сейчас за ними. Вставай. А что сразу? Давай, давай, давай. Это моя добыча. Ну вставь, ну что ты? Что такое? Есть. Есть, есть, есть. Так. Так. Он недалеко. Он на крыше. На крыше. И он не может выйти. Вы, конечно, сами все знаете. Но хочу вам заметить, красивые мои, что скоро рассвет. Магов там нет. Я их не чувствую. Все, посмотрим. Моя очередь. Моя очередь. Друзья, Артем. Я справлюсь. Давай. Так. Как бы мне... Сейчас. Держись. Так, глубоко. Застрел. Мой выход. Вот. Есть. Чего сидите? Про свет встречаете? Да. Нет. Подержи. Давай. Давай. Держись. Оп. Ага. Пошли. Значит, вы говорите, что действовали в царях самообороны, да? Да. То есть... Нет. Ну, мы, в общем... Да или нет? Мы защищали Массана, которого эти Люды похитили, пытаясь убить. Да, теперь трудно сказать, что они собирались сделать. Я вижу только то, что сделали вы. Я буду обязан подать докладную записку в Зеленый дом, и вам придется объясняться за убийство двух дружинников. Кто будет оплачивать нашу работу? Оплачивать будет Зеленый дом. Кроме того, людям придется объясняться перед Темным двором за нападение на наших вассалов. Понятно. Но это ваше дело. Вы берете ответственность за действия отчелов-наемников? Разумеется. Ну, тогда все в порядке. Большое спасибо. Просто однажды мне уже пришлось присутствовать в Зеленом доме. Из-за убийства Марианы. Скажу вам, не очень приятное мероприятие. Вам Захар позвонил? Да. Сантьяго очень ценит Захара. Так что Темный двор официально приносит вам благодарность. Да Захар наш друг. С друзьями ему повезло. Картес, я не знаю. Дороги вроде свободны, но сам знаешь. Московские пробки – это как магия. Всегда возникает внезапно. Нет, дорогая, такая отмаза не понимается. Подожди. Да. Тогда приезжаешь сразу, ящерица. Да-да, уже я. Что с тобой? Яна, что случилось? Да не знаю, что такое. Голова заболела. Голова? Это заговор с... Яна, не молчи, Яна! Алло, Яна! Яна, не молчи, Яна! Яна сказала, что к ней применили заклинание «Заговор Слоа». Ну, а что это может быть? Месть старых врагов? Нет, месть запрещена кодексом. Даже после ликвидации Богдана Листа все было тихо. Есть что-то не так. А может, все дело в нарастающем кризисе, и нас просто кто-то пытается вывести из игры? Кортес, что бы этого и не было, я официально заявляю. Яна находится под защитой великого дома НАФ. Темный двор высоко ценит сотрудничество с вашей командой. Мы приложим все силы, чтобы выяснить ситуацию. Спасибо хоть на этом. Кортес, а скажите, она похожа на своих родителей? Ну, я имею в виду внешне. Неожиданный вопрос. Ну, на мать с отцом скорее нет, а вот на прабабушку по материнской линии очень даже. Комиссар, при чем здесь родители? Сантьяго не может быть. Я должен проверить все варианты. Какие варианты, комиссар? Яну похитили чудо. Всем известно, что перерожденная гиперборийская ведьма Верника Пономарева жива. Ей нужен был стим. Поэтому она пришла в замок. Но чудо должны быть уверены в абсолютном контроле над гиперборийцами. И, вероятно, приказали ей найти других перерожденных наложниц. И она нашла Яну. Гиперборийцы в тайном городе находятся вне закона. Сантьяго обещал помочь. Сантьяго обещал помочь. Сантьяго лично убивал тварей аза кто-то. В тайном городе кризис. Если великие дома потребуют смерти всех гиперборийцев, комиссару просто некуда будет деваться. Всегда некуда деваться, но находит выход. А я не могу ему доверить судьбу Яны. А что делать? Не знаю. Хватит ныть. Допустим, допустим, Яна переродилась. Допустим, она стала ведьмой. Ну и что, я тоже ведьма. Она все еще наша Яна. Да это понятно. Что понятно? Это тебе понятно. А ей непонятно ничего. Она чувствует себя одинокой, она чувствует себя отверженной. Ей кажется, что весь мир ее ненавидит и желает ей смерти. Она же не может так думать о нас. Да, конечно, может. Может и думает. Яна стала другой. Тысячи лет ее кровь пропитывалась ненавистью. Она ненавидит весь мир. И чувствует, и ждет от мира то же самое. Поэтому она должна знать, что для нас она осталась той же Яной. Она должна быть на сто процентов уверена, что мы все еще с ней. И в первую очередь, она должна услышать от тебя, Кортес, что ты ее любишь. И что твоя любовь сильнее этих чертовых тысяч лет. Она это знает. Ты говорил, это прежний Яне. А должен сказать нынешний. Что ты предлагаешь? Ворваться в замок? Ты хоть знаешь, как его охраняют? Я предлагаю хотя бы подумать, как нам встретиться с Яной. Особое отношение гиперборийцев к тайному городу. Да плевать на тайный город! Ладно, давайте решать. Что это по-вашему? Ну, по-моему, это московский Кремль. Ну да. Ониксовый замок Кадав. Центр гиперборийской цивилизации. И резиденция великого господина Азактота. Интересные аналоги. Я считаю, что нам сейчас как никогда важно понимать местонахождение великого господина Азактота. Потому что наложницы будут его искать. Все это, конечно, безумно интересно. Только я не пойму, к чему все эти теоретические изыскания. Нам сейчас нужно Яну спасать, а не рыться в книгах. Черт. А я первый раз в жизни не знаю, что делать. Картес, каждый раз, начиная какую-либо операцию, ты отправлял Яну Генбеку именно рыться в книгах. Почему? Потому что сейчас каждая мелочь может оказаться роковой. Все, что имеет отношение к гипербореи, сейчас имеет прямое отношение к Яне. Она насквозь пропитана учениями Азактота. Философией ненависти. Вот послушайте. Первое откровение Азактота. Только лишившись всего, можно получить все. На штурм Зеленого дома были брошены отряды тварей-кадав. Среди командующих были замечены Элигор и Анабот. Это главные иерархи Азактота. Пресс-служба ордена отказывается комментировать данную ситуацию. Обалдеть. В общем, смотри, кого чудо вытащили из бестиярия. Самых сильных магов-полководцев. Эту информацию я нашла на сайте Тигротком. Элигор. Один из самых сильных воинов-кадав. Анабот. Этой жабе на язык лучше не попадаться. Он ядовитый. Нахак. Является одним из самых сильных стратегов. Он мутировал в жука. И теперь он практически неуязвим под своим хитиновым пантерем. Гамори. Верблюд какой-то? Да, практически. И попрошу заметить, что этот верблюд, как и все они, бывшие челы. Ну, а это так, рядовые. Тощий всадник, мертвый демон, птица Ленга. В общем, полный набор. Класс. Их тетях. Позвращайтесь к новому каналу «Война онлайн». Самое грандиозное вид на столетие в режиме реального времени. Унижание. Магнур-даман. Рад. Искренне рад. Прошу. Может быть, коньячку? Не откажемся. Инга. А где Кортес? Он немного занят. Простите, у вас контракт? Нет, мы свободны. Прошу. Вы знаете, Кортес может немножко задержаться. Поэтому, если вы торопитесь, вы можете рассказать о своем предложении нам. Мы хотели бы, чтобы вы устроили, как это, сафари. Да. Маленькое сафари. Вы имеете в виду фирму неприятных ощущений? Ну, это всего лишь прикрытие. Мы имеем в виду молодые люди, отлов и орхов, кадав, с целью дальнейшего преобразования их в, как это, предметы интерьер. В чучело. Ну, тогда вам лучше обратиться к боевым магам. Маги. А что они сделают? Изрубят на куски эти шкуры, наделают дырок копьями и обожгут все с шаровыми молниями. И куда это все потом? На помойку? Конечно. Нам нужны целые шкуры. Причем лучшего качества. Тощих всадников, мертвых демонов и прочую шушеру не приносите. Этого добра будет на вам. Нам нужен первоклассный товар. Иерархия, азак, то-то. У вас же есть опыт. Кортес прекрасно справился с коктулку. Но потом здесь фантазия. Помню, как она меня ограбила. Никак не могу забыть. Вот и смешно было. Обсудим нашу долю. Что ее обсуждать-то? Обычные расценки. Да. Потом составишь смету, сынок. Ну, это грабеж, господа. Ваше предложение. Да. Вы вкладываете свои деньги, а мы рискуем своими шкурами. Поэтому делим все пополам. Это все. Кровопийца. Да. Но, допустим, мы согласны. Тогда для начала нам нужен 10 гранатометров по два выстрела в каждом. Это странная просьба. И вся информация о тварях Кадаб, включая закрытую. Ну, а вот это невозможно. Да, да, да. Но у вас будет все. Ну, тогда мы договорились. Мы вам позвоним. Да. Алло, копыта. А что у тебя с голосом? Парень за шум. Тебе что, больше заняться нечем. Ну, вроде тебя спящего, а. Короче, позаработать хочешь? Сколько? Десять гранатометов. Что, наверное, все разряженные. По одному выстрелу в комплекте. Это что? Это что, и все? Ну, нет, так нет. Давай. Да. Артем, ты я пошутил. Что, уж и пошутить нельзя. Прекрасно выглядишь, судя по глазам. Не как в прошлый раз? У меня прекрасные предчувствия. Что за предчувствия? Темный двор. Собирается вступить в войну. Будет много пищи. А у тебя есть немного времени на старых друзей. Нам помощь нужна. Помощь нам нужна только ты. Нужно пробраться в замок и поговорить там кое с кем. С ума сошел? Как можно пробраться в замок сейчас? План есть. И план уже разработан. Но туда ты попадешь сто процентов. Обратно? Обратно, но с этим проблема. Но ты же умный. Да. Ну вот, ты их придумаешь. Я уже придумал, но я туда не пойду. Я, конечно, благодарен тебе и Инге за то, что вы спасли мне жизнь. Но я не понимаю, вы меня спасли для чего? Чтобы бросить на смерть? Ты знаешь, что на стороне ордена сражается перерожденная гиперборийская ведьма? Об этом знают все. Вот. А ты знаешь, сколько всего перерожденных ведьм? Три. Три. А одна из них, Яна. Наша Яна. И она сейчас находится там. Да. Спящие умеют пошутить даже во сне. Если бы я знал, что означает твой план разработан, я бы рассмеялся тебе в лицо. Да ты можешь хоть расхохотаться. Только у нас мало времени, так что будь добр, полезли сюда. Ты знаешь, что по плану военного времени чудо строит сплошное защитное поле вокруг замка. Кольцо Саламандры пятой степени. У них там все датчики на пределе чувствительности. Инга проверила, у чудов дефицит магической энергии. Они сняли тотальную защиту по всему периметру. Понятное дело, что они не включат. Но две-три гранаты пролететь успеют, так что давай. Это твои точные расчеты, да? Это теория вероятности. Это самоубийство. Самоубийство для тебя это пойти и позагорать. А пролететь защищенной от солнца гранате, это приключение. Так что давай, полезай. Последний раз. Как они это делают? Все, закрываю. Все, мы начинаем. Погнали! 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 Вставай, давай! Вставай! 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 Ну, Артём! Ну я его припомню! О, Артём! Не, чел, ты либо идиот, либо бессмертный! А в чём собственное дело? Я не понял. В чём собственное дело? Ты нам продал кучу ржавого, ненужного металлолома! То есть оружие вам не нужно? А чём вы будете защищаться от Гамори? А нам не надо обороняться от Гамори! Это проблема зелёного дома! Вообще, хватит нам зубы заговаривать! Угу! Деньги давай! Пацаны, вы что? Вы что, не знаете, что ли, или что? Гаморий возвращается из школы, из Золотого озера, и путь его пролегает мимо форта! Так и пусть пролегает мимо! Копыта, вот ты же вроде умный, прости его свой, уебуй! Разве ты не предполагаешь, что сделает великий магистр, когда узнает, что вы напали на замок, а? Вот ты даже не думаешь об этом! Он сделает вас личными врагами! Тех красных шапок! Вот что он сделает! Какой приказ он отдаст своему гиперборийцу, который находится сейчас рядом с вами? Ворот мне ноги! Вот и совершай после этого подвиги! Так это ты нас в это втянул, да? Так, 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 стоп! Ни во что я вас не втягивал! Я что, угрожал, может быть, а? Я вас заставлял! Я вас шантажировал, а? Тихо, тихо, тихо! Я просто предложил вам контракт! Я предложил вам контракт, а вы согласились? Это был свободный выбор свободного народа! Вы же свободный народ, да? Да! О! И знатно свистишь, Чел! Хорошо, ладно! Ну и как же мы будем защищаться от гамори? А? Потому что если мы не сможем обороняться... Кувалда нас всех повесит! Ну вот с этим я, собственно, и пришел, чтобы помочь вам с обороной! С обороной он приехал помочь! Пойди не бесплатно, да? Капец, скажи, а ты, Карань, помогал кому-нибудь бесплатно? СМЕХ Ты что, похож на Эдю? Конечно, нет! Вот! Ты уважаешь себя, и я себя уважаю! Поэтому бесплатно помогать не буду! Но за очень и очень умеренную плату! Только для вас! Да где они застряли? Вроде пробок нет! Может, этот адский ушлепок узнал про наш подвиг и решил не связываться, а? Ага, помечтай! Инга! Посмотри новости! Сейчас! Ого! Гамори попал в засаду людов! Нифига! Это наша добыча! Ага! Не волнуйся, добыча едет к нам! Зеленых раскидала гиперборийская ведьма! Ведьма – это не Вероника? Не знаю! Таких подробностей тут не написано! А вот и они! Инга, посмотри, что у них с магическим прикрытием! Сейчас! Так, только морок! Никакой магической защиты нет! Так, копыта, вам пора! Храбрые воины! Перед вами трусливая тварь! Она хочет разрушить наши дома! Насиловать наших женщин! Насиловать женщин, ну-х ты! Она хочет вытоптать все наши поля, сжечь все наши сады! Хочет выжрать все наши виски! Да к нам бабки идут, уроды! Вперед! Громкие ребята! Ага! Что ж за день сегодня такой? Время! 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 Ах! Дверь! Выходим! Вы что, лысые, что ли? Так. Разделим все по справедливости. Продадим его Шасом по частям. Пусть сами собирают. Себе, как автор идеи, я голову оставлю. Иголка тащи бензопилу. Э, а что сразу я-то, а? Я говорю, тащи бензопилу. А я ему пока зуб. Отковыряю, как трофей. Шасом скажет, что так убило. Копыто, не трогай его. Копыто, не трогай его. Это опасно. Копыто, он живой, копыто. Откуда ты знаешь? Да знаю, не трогай. Бинго, давай! Бинго, давай! Кипячая лама. У него глотка, уязвимое место. Понятно. Так, 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 копыто, копыто. Стой, 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 стой. Что? Кто убил Гаморя? Так вы всю охрану его раскидали. Понятно, всадников можете забрать, но... Но кто убил Гаморя? Инга. Инга. И значит, добыча ее. Правильно? Это Кидалова, чел? Хорош, где здесь Кидалова, я тебя спрашиваю? Где здесь Кидалова? Я вас от всех предупредил. Так, так. Я помог вам организовать оборону. И, между прочим, Инга, моя девушка, остановила монстра, с которым вы все не справились. И заметьте, мы не просим с вас за это деньги. Вот зарекался я еще раз с щелом иметь дело. Ятаган отдай! Чужого не возьму, но и свое не отдам. Пожалуйста. Инга, звони Шассер. Пускай забирают Ават. Надеюсь, наложницы успеют. Сантьяго. Ты всегда был храбр. Да, и жесток. Я помню, что ты никогда не берешь пленных. А вы помните, что я не люблю бессмысленное насилие? Прямо сейчас вы можете уйти. Наложница откроет врата, и вы вернетесь в глубокий бастиарий. Все. А, у нас есть время подумать. Пытаюсь выставить меня дурачком, ты выглядишь смешно. Впереди тебя ад. Но ты можешь вернуться в свою преисподнюю. Привычную и обжитую. Ну что ж. Тогда мы выбираем ад. Привычную и обжитую. Привычную и обжитую. Привычную и обжитую. Как скажешь. Как всегда, вовремя. Зато я узнал, какой у Легора самое уизъемое место. Сердце. Клянусь. И навести ташишник. Вам не победить принцип кодам. Мы не воюем с принципами. Чтобы уничтожить дух, надо уничтожить его носителя. А зэк тот вернется. Он вам не по зубам. И сердце! Пусть попробует. Ну ты как? Да здорово. Вернуть в этот мир, а за кто-то, я не смогу. Метаморф? Но как? Потом. Потом мне ты все узнаешь. Оглянись. Кортес. Если бы я сразу знала, что ты метаморфа, выполняешь контракт. Тебе нельзя было об этом знать. Ты должна была сделать свой самостоятельный выбор. Зато теперь Сантьяго может тебе доверять. Ян, прости. Но так было нужно. Между прочим, я вообще чуть с ума не сошел. Я готов был разнести этот замок голыми руками. И только когда Сантьяго сказал мне, что Вероника это Анна и работает на него, вот тогда мне стало немного легче. Сантьяго захватил Веронику Пономареву сразу же после боя в центре медпереработки. Он даже попытался с ней договориться, но она полностью переродилась и отказалась от сотрудничества. Тогда он вырвал из ее памяти всю нужную информацию и передал ее мне. Но от Вероники нам пришлось избавиться. А зачем тогда нужно было подбрасывать тебе программу Тигротком, если ты и так знала, что происходит в замке? Все должно было выглядеть очень естественно. Каждый мой шаг тщательно отслеживался и проверялся. Чудо не догадались о том, что мы поменялись только потому, что было все продумано до самых мелочей. А по плану Сантьяги все наложницы должны были умереть? Да. Но когда обнаружилось, что ты одна из перерожденных, пришлось импровизировать. Нам повезло, что чудо решили сохранить тебе жизнь, а то пришлось бы придумывать новую интригу. А нам без того хватало. Да, повезло так повезло. А как на тебя действовал золотой корень? Так же, как на гиберборейскую ведьму. Он давал мне силы, я им жила, но я метаморф. Я не могу быть ни наркоманкой, ни алкоголичкой. Ни одно вещество не способно вызывать у меня зависимости. Я перестроила свои клетки, и они полностью забыли, что когда-то питались золотым корнем.